Приветствую! После того, как Кабинет Министров Украины принял постановление 1487, которым утвержден новый порядок воинского учета, безусловно, для нас стал актуальным вопрос административного задержания. И вот в этом видео мы разберемся с тем, что же такое административное задержание, может ли полиция задержать человека и доставить его в ТЦК и СП, которые раньше назывались военкоматами. Разбираться мы будем на основе того же постановления 1487, на основе действующих законов Украины. В связи с этим, друзья, видео получилось достаточно продолжительным, потому что разные нормативно-правовые акты регулируют этот вопрос. И мне хочется достаточно подробно объяснить, почему и где указано то либо иное положение, о котором я буду говорить, для того, чтобы у вас была полная системная картина действующего законодательства, которая регулирует вопрос административного задержания и доставления человека в ТЦК и СП. Естественно, мы разберемся с тем, а что же делать человеку, если полиция подходит к нему и пытается его задержать. Друзья, поэтому набираемся терпения, запасаемся чаем, печенюшками и поехали. Итак, друзья, начнем мы с самого начала с постановы КМУ номер 1487. В ней есть пункт 56, где в абзаце 2 сказано о том, что национальная полиция по обращению ТЦК и СП может осуществлять административное задержание и доставление призывников, военнообязанных и резервистов, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные статьями 210-210 прим. 1 Кодекса Украины о административных правонарушениях. Ну, напомню, это те правонарушения, которые связаны с уклонением от воинского учета, с несоблюдением правил воинского учета. И, конечно же, у многих из вас сразу была такая мысль, ну стоп, это же постанова КМУ, она не может регулировать этот вопрос. И вы абсолютно были правы. Действительно, эти вопросы регулируются законами Украины. Постанова КМУ лишь, ну, скажем так, в очередной раз об этом напомнила. Давайте же посмотрим, какими законами этот вопрос регулируется. Итак, первое, что мы видим, это статью 266 КУПАП. КУПАП – это Кодекс Украины о административных правонарушениях. В которой сказано, что в случаях прямо предусмотренных законами Украины с целью прекращения административных правонарушений, когда исчерпаны инши заходы вплыву для составления протокола о административном правонарушении, в том случае, если невозможно составить протокол на месте, для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений в делах о административных правонарушениях допускаются административные задержания человека. Друзья, здесь, безусловно, мы видим, что закон принципиально предусматривает возможность административного задержания и указано, что это делается с целью прекращения админправонарушений и составления протокола. Да, вот то, что нас интересует. Безусловно, протокол на месте, вы скажете, можно же было составить. Нет, нельзя. Почему нельзя? Потому что полиция не имеет компетенции рассматривать дела о нарушении правил воинского учета. Это имеет делать только ТЦК и СП. И, как мы видим, в данный момент зафиксирован в статье 235 КУПАП, где сказано, что именно ТЦК и СП рассматривают административные дела о таких административных правонарушениях. О нарушениях призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета. То есть, это как раз тех самых правил, которые утверждены Кабмином. При этом также ТЦК и СП рассматривают дела о нарушении законодательства о обороне и мобилизационной подготовке и мобилизации. А также правонарушения, связанные с утратой или повреждением воинско-учетных документов. Естественно, поскольку они рассматривают эти дела 255 статьей КУПАП, они же уполномочены и составлять протоколы о административных правонарушениях. Соответственно, друзья, для того, чтобы доставить человека для составления протокола, как мы видим, нужно доставить его, ну, пока мы видим это, да, еще не прямо, но косвенно видим, что нужно доставить в ТЦК и СП. Полиция не может составить этот протокол. Идем дальше. В пункте первом части второй статьи 262 КУПАП указано, что административное задержание проводится национальной полицией. И там идет много-много случаев, когда проводится административное задержание. Но нас интересует конкретный случай. И мы видим, что при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, при нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, соответственно, может проводиться административное задержание именно национальной полиции. Обратите внимание, здесь не указано, что задержать может вас, например, сотрудник ТЦК и СП. Да, как это они периодически пытаются делать. Административное задержание проводится полицией. Естественно, административное задержание достаточно серьезное действие. И оно подлежит документированию. В соответствии со статьей 261 КУПАП о административном задержании должен быть составлен административный протокол. Вернее, протокол о административном задержании. В данном протоколе должны быть указаны такие данные. Дата и место его составления. Должность, фамилия, имя, отчество, человека, который составил протокол. Информация о человеке, которого задержали, а также время и мотивы задержания. О мотивах задержания мы еще с вами поговорим. Мы к этому вопросу вернемся. Пока мы говорим о том, какие требования есть к протоколу, да, и мы видим, что протокол должен быть подписан лицом, который его составил, а также подписывается тем лицом, которое было задержано. При этом, в том случае, если человек отказывается подписать этот протокол, то, соответственно, делается запись об этом. То есть здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что вот есть такая популярная мысль, мол, я ничего подписывать не буду и благодаря этому я избегу любой ответственности. Друзья, ну, нужно понимать, что не все так просто. Если бы это было все так просто, то у нас бы, наверное, тюрьмы были пустыми, да, потому что никто бы не подписывал. Но, как мы видим, данная позиция, она не является результативной. То есть даже если вы отказываетесь подписать, государство предусмотрело для этого определенные действия, да, и никак это не влияет на законность, либо незаконность вашего задержания и на фактическую возможность вашего задержания. То есть даже если человек отказался подписать протокол, он все равно будет задержан. После составления протокола, что они должны сделать? Они должны сразу же уведомить родственников, соответственно, информацию о том, как это можно сделать, должны дать им вы. Далее, в тех случаях, если вы не приняли решение защищать себя самостоятельно, либо же вы не приняли решение вызвать своего адвоката, полиция должна уведомить центр бесплатной правовой помощи. Ну, здесь, друзья, что вам сказать? Опять же, вам принимать решение. Если говорить о родственниках, то там я считаю, что обязательно нужно уведомлять их. Родственники должны знать, что с вами происходит. Что касается того, вызывать здесь своего адвоката, либо самому себя защищать. Не знаю, ну, вот здесь вам решать сами, но я бы, наверное, выбрал что-то из двух вариантов. Либо вызвать своего адвоката, либо же пусть они сообщают в центр предоставления бесплатной правовой помощи. Самому оставаться, ну, может, не очень хорошо. Хотя это и не критично, поскольку это не уголовное дело. Далее, по вашей просьбе могут уведомить работодателя. Соответственно, данные должны предоставить вы. Ну, это понятно. На что нужно обратить внимание? Что административное задержание не может длиться более трех часов. Соответственно, именно за это время, по сути, вас должны успеть доставить в ТЦК и СП и составить протокол. Потому что в противном случае, через три часа, им нужно либо придумывать что-то другое, а ничего другое они не придумают, то есть все равно в разряд уголовного производства они это не переведут. То, соответственно, им нужно вас отпускать и любое ваше удержание после трех часов уже является противозаконным. То есть вы в любой момент по истечении трех часов можете беспрепятственно уйти. Именно поэтому важно составлять протокол о административном задержании. Почему? Я об этом и говорил. Смотрите, в протоколе указывается дата и место его составления. Естественно, там мы должны указать время задержания. И именно с вот этого момента, с того времени, которое будет указано в протоколе, если полиция это не указала, то вы должны взять в этом протоколе и указать, что был задержан в... и указать, в какое время вас задержали. Именно с этого времени идет трехчасовой период. Потому что если они не составят протокол о админ задержании, если вы там добровольно с ними поехали, то получается, что и админ задержания нет. И его можно, скажем, протокол составить тогда позже. И вот весь тот период, который вы с ними находились, скажем так, по доброй воле, да, считается, что это вы по доброй воле находились. И он не учитывается в эти три часа. Вот почему важно, чтобы был составлен протокол и было указано время административного задержания. Идем дальше, друзья. Я думаю, что с тем, что полиция может задерживать, осуществлять административное задержание, мы с вами разобрались, да? То есть тут вопросов у нас нет. Есть несколько законов, которые указывают, что полиция имеет право проводить административное задержание для тех лиц, которые являются нарушителями правил воинского учета. Идем дальше. Доставка, доставление человека в ТЦК и СП. Как мы видим, есть закон о национальной полиции, где в пункте 9 части 1 статьи 23 указано, что полиция в случаях и порядке, который вызначен законодательством, может задерживать и доставлять осип, которые совершили административное правонарушение. То есть мы здесь видим принципиальное разрешение закона доставлять задержанных лиц куда-то, пока еще мы не разобрались куда. Но это общая норма, нас интересуют конкретные случаи. Закон Украины о воинской обязанности и воинской службе, часть 3 статьи 38, гласит о том, что органы национальной полиции Украины в порядке, который установлен законом, обязаны по обращению ТЦК и СП доставить в ТЦК и СП лиц, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные статьями 210-210 прим. 1 Купап. Друзья, это вот специально для тех показываю, кто правильно понимает постановление КМУ, да, и говорит, что постановлением КМУ не может быть установлен вот этот порядок задержания и доставки человека в ТЦК и СП. Какое ужасное слово, доставка, доставка человека, да. Но, тем не менее, да, вот Гугл переводит доставление, як доставку, да. Но можно использовать, наверное, термин доставление. Не знаю, здесь вопрос к знатокам русского языка, насколько корректен этот термин. Так вот, друзья, как мы с вами видим, есть закон, который прямо предусматривает обязанность полиции доставить тех лиц, которые нарушили правила воинского учета. Конечно же, вы можете сказать, стоп, человек признается таким, который совершил правонарушение в том случае, если принято соответствующее решение. А здесь же еще постановы о привлечении к админответственности нет, как он может считаться виновным в совершении этого правонарушения. Ну вот у нас законодатель пошел так, что в этом случае, когда мы говорим о доставлении лиц, да, вот мы говорим, что ТЦК и СП уже заранее, как бы получается, решил, что ты нарушитель. Они уже факт установили. И теперь нужно лишь, скажем, соблюсти процессуальные нормы, соблюсти процесс, вот эту процедуру привлечения к административной ответственности. Насколько это хорошо судить вам? Ну вот факт остается фактом. То есть, если ТЦК и СП решил, что ты уже нарушил правила воинского учета, например, они выписали тебе повестку, а ты не пришел, то как раз для того, чтобы рассмотреть дело, они и говорят, полиция, пожалуйста, доставьте нам этого нарушителя, потому что вот факт нарушения, вот есть повестка, вот человек не явился. Идем далее. Снова мы возвращаемся к Кодексу Украины о административных правонарушениях. Есть там часть 1 статьи 259, в которой сказано, что с целью составления протокола о административном правонарушении, в том случае, если его невозможно составить на месте совершения правонарушения, а здесь это невозможно, в тех случаях, если составление такого протокола является обязательным, нарушителя можно доставить в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. То есть, как мы видим, 259 статья КУПАП прямо говорит о том, что человека можно доставить в ТЦК и СП. То есть, друзья, как мы с вами видим, в соответствии с действующим законодательством Украины, в соответствии с законом Украины о национальную полицию, в соответствии с законом о воинской обязанности и воинской службе и в соответствии с Кодексом Украины о административных правонарушениях, человека могут задержать и доставить в ТЦК и СП. Для тех же лиц, которые считают, что это все не соответствует Конституции, не соответствует закону, не соответствует правам человека, да, вот есть такие люди, которые говорят, что это все вообще незаконно, не соответствует правам и прочее. Хочу обратить ваше внимание, что такая ваша позиция абсолютно вам не поможет. Более того, она может только ухудшить ситуацию. И вот почему. Применение физической силы. Если человек отказывается выполнять требования полиции, которые она выдвигает к нему при административном задержании, полиция может в соответствии с статьей 44 закона Украины о национальной полиции применять физическую силу. А если мы посмотрим еще и 45 статью, то там мы увидим, что полиция может применять и спецсредства. Поэтому вот эти мысли, что я сбегу, я им расскажу, что они вообще созданы в незаконный способ, что ТЦК являются незаконными, это все разобьется о, фактически, силу полиции. Потому что у них нравится нам это, не нравится, но у них есть полномочия применять к нам физическую силу. Насколько это правильно, это вопрос, безусловно, философии права. Но с точки зрения существующей парадигмы, с точки зрения существующего законодательства и того, как судебная система поддерживает это же законодательство, полиция может применить физическую силу. Что же делать в этой ситуации? Что делать в ситуации, когда к вам подошли полицейские и говорят, что вот ты такой-то, такой-то, да, мы сейчас тебя будем задерживать. Первое, что нужно сделать, это зафиксировать данные полицейского. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18 закона Украины о национальной полиции, полицейский обязан предоставить вам свое служебное удостоверение. И, соответственно, вы можете сфотографировать его, переписать себе все данные, которые там указаны. Ну, а самое главное, что мы там проверяем, это срок действия данного удостоверения, потому что может так оказаться, что полицейский уже не имеет полномочий на все это. Поэтому, друзья, вот первое, что делаем при административном задержании, фиксируем данные того полицейского, либо тех полицейских, которые хотят провести соответствующее задержание. Далее, вы должны выяснить причину задержания. Для подтверждения причины задержания, они вам должны предоставить вот такое звернение. Это то звернение, которое предусмотрено постановлением КМУ 1487. И именно в этом звернене должна быть ваша фамилия. И далее в протоколе должно быть указано, что причиной задержания является обращение руководителя ТЦК и СП с целью доставить вас в ТЦК и СП для составления протокола и рассмотрения дела о административном правонарушении. Вот это единственная законная причина задержания и доставки человека в ТЦК и СП. Что делать еще нужно? Обязательно требуйте составления протокола о административном задержании. Хочу обратить ваше внимание здесь, что протокол о админ задержании может составляться без присутствия понятых. Понятые нужны в том случае обязательно, если будет проводиться осмотр. Если же осмотр не проводится, а в этом случае они скорее всего не будут его проводить, то обязательно только лишь составление административного протокола. И помним, да, что обязательно в протоколе должны быть указаны дата и время вашего задержания, потому что именно с этого момента пойдет срок административного задержания. Далее, что нужно сделать? Вот я написал, постараться не повредить свое здоровье. Что я имею в виду? Друзья, вы могли насмотреться много разных видео в интернете, где люди, может с хорошей подготовкой, может не всегда с хорошей юридической подготовкой, начинают вступать в конфликт с полицией. И делают это на, скажем так, повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. Я не рекомендую это делать. Поверьте, потому что вы видите, как правило, в интернете видео, которые успешно закончились. Те видео, где полиция, ну, скажем так, дала слабину, либо решила действовать, просто действовать в рамках закона, да, и каким-то другим образом воздействовать на человека. Либо даже бывают такие случаи, где просто, ну, решили не связываться, а отстать от человека, да, потому что он очень конфликтный. Но вы не видите те видео, которые закончились для этих людей плохо. К огромному нашему сожалению, мы должны понимать, что в полиции работают не всегда люди, которые пришли действительно отстаивать и защищать права человека. Там есть люди, у которых в голове немножко другое. И конфликтуя с этими людьми, вы можете потерять свое здоровье. Поэтому вот здесь нужно быть очень аккуратным, потому что в дальнейшем, потеряв свое здоровье, вам, ну, вы прекрасно понимаете, что никто и ничто не поможет его восстановить. Будьте аккуратны при общении с полицией. И если вы видите, что перед вами полицейский, который, ну, не очень адекватный человек, к сожалению, такие есть, лучше, мудрее будет сделать то, что он хочет. Да, в ущерб своим правам возможно, да, но мудрость заключается в том, что вы все-таки свое здоровье ставите на первое место по сравнению со своими правами. Ваши права вы сможете восстановить, вы сможете получить компенсацию, вы можете судиться с полицией, вы можете добиться привлечения их к административной уголовной ответственности, но вы не сможете восстановить свое здоровье. Помните, что ваше здоровье – это самое главное. И последнее. Когда вас доставят в ТЦК и ЭСП, на вас составят протокол о административном правонарушении. Ну, скорее всего, это будет связано с тем, что вы не явились уже по повестке. Возможно, в дополнение там составят протокол и выпишут постанову о том, что вы, допустим, в 27 лет не явились в ТЦК и ЭСП. Все окей, пусть составляют. Если вы захотите, будем потом в суде эти постановления обжаловать. Что главное здесь? Они после составления протокола могут сразу же вас направить на ВЛК. Вот здесь я рекомендую отказаться от прохождения ВЛК именно в этот день. Я никогда такого ранее не делал. Я не могу такого рекомендовать даже. В принципе, мне это запрещено, да, потому что адвокат не может рекомендовать, нарушать требования законодательства. Но вот здесь, к сожалению, я считаю, что с точки зрения той практики, которая сложилась уже на сегодняшний день, я вынужден это делать. Причем я не говорю об отказе от прохождения ВЛК. Я говорю о том, что вы должны отказаться проходить ВЛК именно в этот день и попросить перенести ВЛК хотя бы на следующий день. Хотя бы на следующий день. Объясните это тем, что у вас есть определенный ряд заболеваний. У вас есть выписки из больниц, подтверждающие ваши диагнозы. И есть результаты обследований какие-то, да, там результаты прохождения МРТ, может каких-то УЗИ, еще чего-то. И вы просите перенести ВЛК на следующий день хотя бы, для того, чтобы вы могли предоставить ВЛК все ваши медицинские документы. Почему я об этом говорю? Потому что уже неоднократно мы сталкивались с тем, что людей доставляют в ТЦК и СП. Им предлагают пройти ВЛК прямо там, в помещении ТЦК. Вы знаете, вот мы же переименовали военкоматы, да, и назвали их территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как-то более красиво звучит. Но, к сожалению, люди сталкиваются с тем, что по своей сути они остались военкоматами. И человек, попав туда, за полчаса может пройти воинско-врачебную комиссию, военно-врачебную комиссию, ВЛК, и быть самым здоровым человеком. Как мы понимаем, это не ВЛК. Это просто тебя загоняют в помещение, где сидят куча врачей. Они такие глянули. Ага, ну ходишь же, ходишь. Ну нормально, выглядишь здоровым, значит здоров. Но, что у тебя внутри, никто не проверяет. Именно с той целью, чтобы избежать вот такой ситуации, отказывайтесь проходить ВЛК в тот день в помещении ТЦК и ЭСП. Если же ТЦК и ЭСП вам скажут, что иди проходи ВЛК просто, да, иди проходи вон в такую-то поликлинику, там сидят наши врачи. Да, тогда вы соглашаетесь, здесь проблем нет, потому что там вы все равно не пройдете. Это за один день, и у вас будет возможность принести свою документацию. Но если вам говорят, иди вот здесь сейчас проходи, отказывайтесь от этого. Такой отказ будет иметь следствие, скорее всего, еще один административный штраф. Но в этом случае мы стоим перед выбором либо выбрать, заплатить административный штраф еще один, либо сегодня же за полчаса формально вас признают человеком, который пригоден к воинской службе, не делая никаких обследований, ни осмотров, ничего. И скажут, все, вот тебе на завтра повестка на отправку. Выбирая между этих двух ситуаций, с учетом того, что такие действия ТЦК и ИСП и ВЛК являются, по сути, противозаконными, я и рекомендую вам отказаться от прохождения ВЛК. И если вы это сделали, даже если они это зафиксировали, явитесь на следующий день в ТЦК и ИСП со своими всеми документами и скажите, я вот здесь, я готов там, я не уклоняюсь. То есть мы же не говорим об отказе от прохождения ВЛК с целью уклонения службы. Мы просто говорим о том, что мы хотим пройти ВЛК в соответствии со всеми требованиями. И я хочу показать ВЛК ту медицинскую документацию, которая у нас есть. Друзья, ну, как я вам и обещал, видео получилось достаточно продолжительным, но, думаю, те, кто досмотрел до этого момента, не пожалели об этом и, надеюсь, получили всю необходимую информацию и получили некий алгоритм действий в этих ситуациях. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, буду на них отвечать. Возможно, на какие-то отвечу текстом, если будет какое-то большое количество вопросов, комментариев по одному и тому же вопросу, сделаю отдельное видео на эту тему. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы всегда будете в курсе тех новостей, которые касаются ваших прав, ваших обязанностей, и, конечно же, защиты ваших прав. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.